всем привет сегодня у нас уже понедельник но тем не менее дениса выходной он взял у него осталось из отпуска два выходных поэтому один взял сегодня чтобы мы могли там кое-какие дела поделать и я приглашаю вас с нами поездить по делам ну и еще у нас у лиски сегодня в три часа визит к доктору в сиракюзу в другой город ну и день я решил все это совместить взял выходной солнце светит сильное но ой как-то так не видно но мороз он все покрыто инием вокруг и что хотел сказать да сейчас мы поедем в dmv это motor vehicle department короче это перевести менять права потому как у нас права хоть и до какого-то там на 10 лет по моему выданы но истекает срок по истечению срока прошлой визы то есть нам нужно уже при пойти их до обновить на 10 лет хорошо выглядит офис у нас один вид там вот несколько человек на касте как бы туда подходишь но сначала нужно обязательно в информейшн подойти сказать что нам нужно вот у нас сюда направят и все и будем решать наши вопросы доложу о результатах а вон кстати это книжечки по вождению сейчас я может потом одну возьму или сразу возьму держи запомнить вот такую вот форму аппликацию и потом отнести это все смотрите здесь есть все три трейлы для сноумобилей по нашему штату где можно на сноумобилях кататься нет это не по штату это по нашей области по кортландскому нашему графству всякие объявления висят жду денег я уже свое дело выполнила взяла две книжечки это права для класса а и бисе у нас класса день и таких машин и обычная книжечка это бесплатно можно все мы выехали получили со школы сейчас сообщение что мы с лиской передавали записку о том что мы заберем в два часа но как просто и что мы два часа заберем и они со школы позвонили и уточнили правда ли что это записку мы передавали то есть если да если действительно мы передавали записку то перезвонить в школу не нужно если ребенок в общем нет доверия к ребенку это ребенок принес такую записку накалякал то мы должны перезвонить школу сказать что мы такой записки не передавали но как вы передавали мы не призваниваем кирпичный дом шикарный ну район его его шикарно да то старые районы таки вот вышли мы из dnv все быстренько оформили слава богу очереди не было мы пришли вообще не было но потом пришлось нам поручать подождать потому что пока мы заполняли эту анкету шли люди и дальше на наехать правда до этого и заплатили с 1250 с каждого по 1250 но я так понимаю за корочку за это просто сюда нам дали временно такой чек что мы оплатить ну что мы переделываем права и мы этот чек должны носить вместе с народ продавится вместе с нашим нынешними правами и где-то в течение двух недель наберут новые права все а сейчас мы здесь не едем на английский не подойдет так мы приехали на английский вот в таком здании любите написано со сквахена это была железнодорожная станция теперь здесь находится комьюнити центр вон на дверях написано и здесь мы ходим на английский просто здание от железной железнодорожной станции просто станции уже давно нет его отдали на всякие общественные цели здесь всякие кружки общество там анонимных чего-то ну и английский куда я хожу день вот приволокла такая страшненькая улица с заводом старая улица а здание было прикольно тоже я просто я как бы нормально говорю ну то есть понимаю и для этого уровня который сейчас на английском находится я нормально говорю поэтому меня учитель просит я помогала пацану которые украиноязычный но русскоязычный скажем так ну короче язык который я могу понимать ему перевожу просто потому что он абсолютно приехал сюда вот буквально три недели назад и с нуля то есть он вообще английский не знал даже школе учил немецкий он не читанут он он может читать как бы так по буквам но он ничего не понимает поэтому я ему привожу так что занимаюсь преподавательской деятельностью помогаю учителю вот один я попал сегодня в группу тоже ну как бы не очень хорошо говорящих еще по-английски да но что-то там делал сидел и слушал это читал у тебя это было не интересно естественно нет там мэри из папс лайф и так далее но если было джоэн она просто пообщалась и так вещь некому было у нас слава богу на английском много людей но как бы почему говорю слава богу потому что если много людей то английский будет а если людей как бы будет немного то они просто его закроют потому что люди на общественных правах волонтерят вот им нет смысла никакого делать этот английский поэтому а мне так мне хорошо я хожу не нужно общаться поэтому я хожу с удовольствием ну сейчас помогаю тоже кстати помогать то есть учить английскому даже элементарные вещи очень развивает тоже мышление и как бы кое-какие вопросы которые ты автоматически вроде бы по-английски говорила сейчас в них вникаешь и по-другому они немножко уже для меня по-другому звучат эти вопросы но в общем что мы сейчас делаем мы сейчас денисом приехали тут в образовательный центр в наш городской и я сейчас пойду не знаю спрошу что мне нужно для моих чтобы решать мои вопросы по работе cortland and large city school district называется так что сейчас пойду узнаю что здесь что мне нужно для того что я хочу ой вышли мы из этого центра мне кажется что ничего не там не получится потому что я то спросила течера это называется ходить по вызовам в общем если кто-то то есть быть прикрепленным к одному ребенку например которую там спит спешил нет это называется тот который не может сам справляться и у него есть постоянный человек который с ним сидит находится но если таких детей по школам несколько в каждой школе и вот у каждого своя вот это вот течер-расист то есть свой человек который с ним сидит но если этот человек не может выйти на работу то вызывают вот других людей я в общем-то оставила на это заявление и оставила свой свое резюме ну мне что-то кажется что нужно идти наверно учиться какие-то дополнительные тесты сдавать ну короче говоря я сейчас посмотрю что как на это отреагируют будут ли вообще какой-то ответ но если нет тогда буду дальше действовать я и так уже буду в интернете смотреть на мне показала где это искать чтобы уже на сертифицированного вот этого вот ассистента выучиться и будут двигаться дальше но пока я оставила заявление и резюме а вот этот вот центр за мной находится а здесь вот впереди прям напротив него лискина школа лиска там сейчас сидит мы за ней уже через полтора часа заедем с день пообедать пока детей нет без детей вот сидим здесь вот и завод напротив кто же один из оставшихся в кортленде раньше это был у нас большой промышленный город вы вернее город был маленький но большой промышленный вот это рыбный ресторанчик такой он не совсем сетевой он только в кортленде сервис какой-то из светлась и диски нет он не сетевой но он такой в двух городах есть такие ресторанчики называется бакс фиш прайс в общем здесь все такое жареное по-американски но рыбная поэтому мы сюда пришли так вот он оформлен в таком стиле деревенском вот так что мы заказали креветки и скалопы в общем принесли день а полностью это все жареное и салатик зато есть маленький все будем сейчас травиться холестерином забрали со школы нашего мужчину сейчас пойдем за девочкой вот школы закрыты никого не пускают просто так мы отправляли тоже записку утром вот и сейчас я звонила в дверь меня впускали в общем смотрели в глазок на камеру вышел наш мальчик я думала его выведут за ручку не идет такой деловой досуг зачем а у них там сейчас висит у них там раньше учителя висели лица учителей там кто проработал там сколько лет а сейчас у них висит такая прям такой вот сводным знаком такой сертификат и написано и там видно смотрю флаг короче звезды эти американские видно в рамке как-то как кусок флага и написано что этот флаг висел над афганистаном 23 сентября 14 года что не разные флаги каждый день вешают что ли во время битвы 23 сентября 14 года и почетно передан нашей школе школе понял так что теперь он в рамочке висит у них в школе почетно все же с мы по дворам поедем залезка сейчас покажу дворы не очень хорошего района у нас хочу ты не сюда надо было нет вот так как бы не то что не очень хороший район они просто старые здесь какие-то еще старые здания даже заводские какие-то каких-то мастерских и не знаю вот такие вот домики стандартные везде но вот здесь я сейчас смотрели несколько дней передачу называется фиг фиксер аппарк короче люди покупают старые дома у таких 800-х годов и перестраивают их там все новое делают там стены выносят разбивают окна представляют боже какая красота вот так зато основание дома фундамент дерево там очень хорошая но то есть там дом намного лучшего качества чем сейчас еще и и с ремонтом и со всеми делами и планировки и потолки у них высоченные у этих дома домов конечно делают просто шикарные дома надо главное руки иметь и понимать вот это завод и что-то понимать что хорошо короче дизайн вкус художественных такие странные какие-то дома это уже больше это не очень хорошо сегодня дома вообще здесь такие люди уже живут не очень хорошие здесь американцы не хотят покупать дома место не хотят покупать так все сейчас мужа от журкиной школы почти доехали к лискиной школе смотрите металлические скульптуры возле дома из металла сделаны как дела что школе двойки пятерки четверки нет или нет тройки прогулы смотри мне фух прибыли мы сиракьюзы идем лохматик сейчас проверим листки зрения мы и операцию делали 6 лет назад и первые несколько лет пару лет наверно мы каждые полгода ходили проверять сначала чаще еще потом несколько лет полгода раз полгода а теперь раз в год мы ездим сюда проверять ее зрение на то как она меняется там улучшается ухудшается в прошлом году ей новые линзы прописали сказали что немного упала вот но он она растет очень быстро и у меня меняется вот это все поэтому не знаю как она будет дальше пока так и мы приезжаем в этот офис доктора который делал нам операции правда он сейчас уже ушел на пенсию и в в этом году первый раз будет новый доктор заодно узнала что за доктор сегодня новый доктор будет такой кабинетик здесь похож по-моему на на наши кабинеты обычный вот с лески сняли очки пошли проверять новый доктор в этом году медсестра мужчина медсестра и брат но это еще не доктор подготовить лизу к доктору потом придет доктор так все выглядит сказали что в этом году лизу подняли на новый уровень из детского врача и перевели уже не уже на пенсию перевели взрослого детей уже 12 лет исполнилось сидим и короче тут лизки глаза закапали сказали 15 минут ждать у него что с глазами происходит не странно и сначала закапали вообще глаза и обезболили как на вакоин как и на их не может чувствовать и ей туда давление короче глаза померили он сказал что лиза себя ведет намного лучше чем некоторые взрослые чем дети тем более что дети и плюются в него и толкаются когда он давление вот это меряешь глаза боже что за дети что за воспитание лиза заказала что это жорик так будет себя вести я думаю что жорик тоже себя не будет так вести кривляк это будем стричься нет почему будем мы сейчас приезжаем прямо прямо самый центр сиракьюз вон кстати уже тоже все украшено историкал это крандество историкал да истерический да это чисто истерический центр так вот подумаешь раньше когда это все строилось то все такие города были тут промышленность тут канал проходил главный вот в этом регионе стартем торговый по городу как венеция да вместо дороги был канал с водный такой сейчас покажу елочка украшена какая большая красавица и каток а тут каток уже залит вижу же можно приезжать кататься и там уже катаются лизка хочет стать ветеринаром но это тоже нормально для девочки а жорик кем ты хочешь стать когда вырастешь а жорик хочет стать палеонтологом это максимум музей какую-нибудь работать все все про динозавров узнать на английском вот мне кажется нормально эта профессия офтальмолог да такая она как бы не пыльная то есть кровью там сильно не надо работать такое не очень неприятная как для доктора зарплаты хорошие а если у меня будет жевачка тогда я буду настоящий палеонтологом ну или и делал эти операции но тут я можно же не делать просто тогда нам быть менее квалифицированный получаешься со временем знаешь со временем можно повышать свою квалификацию наверно а мне кажется пока ты учишься на доктора на любого это столько уже этого всего нарежешься что уже и не страшно главное чтобы было желание именно пойти на доктора ой лиза это так с домами это работа такая знаешь сегодня есть завтра нет например экономика не такая чуть-чуть спад экономики все дома продаются хуже а карма ужас да люди проклинают постоянно доктор тоже правда с кармой там все знаешь папка на 2 сказала но по крайней мере постоянная работа ветеринарам тоже нормально ну тебе придется еще их усыплять ну естественно не будешь ты их усыпешь палеотолог это очень лучше там никого усыплять точно не надо там уже все давно вымерли да я люблю спать на настоящий день завтра покажи базилика базилик это трава это базилика все мы дома заехали еще в русский магазин купили стандартный набор я уже сто раз показывала единственное что я купила вот эти вот коржи такие и вот такой вот наполеон и один из них я наверно сделаю может даже наполеон посмотрю какой крем для наполеона сама сделаю заварной и возьму у нас будет перед рождеством будет типа вечеринка на английском куда я хожу на английский и вот я хочу какой-нибудь из этих тортиков динамера наполеон понесу угощать каждый приносит свое блюдо я понесу наполеон а я там буду нет сейчас день я с лиской поедут еще на фигурное катание у лиски сегодня один я пойдет в жим пока лиска катается два часа день я ходит в тренажерный зал там же а мы жориком уже будем дома сидеть будем наверное его эту мозаику собирать чем-нибудь заниматься и все тогда день окончен всем пока